Сейчас люди читают ТикТок и Фейсбук. И Фейсбук, и Фейсбук. Информационно мы проиграли. Это надо признать. Нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности. Информационно мы проиграли. Сейчас люди читают ТикТок и Фейсбук. Нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности. Сейчас люди читают ТикТок и Фейсбук. Причем больше одной страницы они уже не выдерживают. То есть им нужна постоянная информация, а иногда визуальная, не текстуальная, а визуальная информация. В этом большая проблема. И, к сожалению, может быть, и к счастью, нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности. Государство особое внимание уделит им созданию открытого информационного пространства. В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов и партий в социальных сетях. Но действующее законодательство не регламентирует агитацию в социальных сетях. Несмотря на это, во время электоральных кампаний агитация так или иначе проводилась. И чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила. К чему приводит дефицит правдивой, достоверной информации? В итоге люди остаются в неведении и довольствуются домыслами или откровенной дезинформацией. Не меньшей проблемой является неумение чиновников правильно, на доступном простому человеку языке, разъяснить проводимую политику. Они могут выступать в сетевых дискуссиях, отвечать на запросы населения и общества в режиме онлайн. Ведь очевидно, что соцсети, а не традиционные средства массовой информации, сегодня стали основным источником информации для людей. Нам предстоит восстановить доверие граждан, убеждая их цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя на критику и конструктивные предложения граждан. Сейчас люди читают ТикТок и Фейсбук. И Фейсбук. И Фейсбук. Информационно мы проиграли. Это надо признать. Нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности. Информационно мы проиграли. Сейчас люди читают ТикТок и Фейсбук. Нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности. Субтитры сделал DimaTorzok